Мои близкие, родные все были неугодными. Мои близкие, родные все были неугодными. Он с 1924-1925 годов постоянно находился в изгнании. И в конце концов, в последние 30-е годы отсюда он был выслан без права прописки проживания здесь на родине. Его почему-то считали контрреволюционером. Ну и прочее, прочее. Очень сложно мне сейчас повторять. В свои молодые юные годы очень был заинтересован наследием своего народа. Поступив в Санкт-Петербургский императорский университет в 1995 году. И начал он заниматься собиранием наследия своего народа. И в 2008 году он нашел, наконец, полностью эпос «Джангер» и последнего великого рапсода «Элян-Овлай» с Экипуховского аймака Молодербетовского района. И вот он полностью записал, будучи студентом Санкт-Петербургского университета. И эту работу привез в Санкт-Петербург в университет. Профессор Котович был очень удивлен и очень рад, что он именно полностью забрал весь глав «Джангер» и встретил последнего великого рапсода «Элян-Овла». И тут же он, после его записи, проверив, послушал, сам лично Котович поехал в Экипухус удостовериться о точности этого записи и увидеть этого замечательного великого последнего из выходящих рапсода «Элян-Овла». Я, во-первых, с его сыном, Анатолий Ачиров, сын Берген-Дитрович Кичков, это его фамилия по очи. Мы собирали, реабилитировали сперва дедушку, у нас дедушка, 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 до кеночери был кулак. У него было 25 овец и 19 крупного кота было как кулак отобрано у него. Это мы восстановили. Мы начали заниматься с сыном Анатолий Ачирова в 1990 году и восстановили дедушку Довкин-Очир, который был наказан как кулак. Восстановили нам Таачирова, который обвинялся как контрреволюционера. Потом мы восстановили моего отца, Сан-Жерек Дорожевича Уланова, который обвинялся, что он был поставщиком белым царям, лучшими лошадьми калмыцкой породы. Последовательно все как-то идет как по программе. Последнее время я занимаюсь Тундутом, то есть восстановление последних айратских князей Тундуту, которые прорывали на Волге, Волгоградской области, Татаярский район, село Очеравленное. Там находилась его усадьба до 1917 года. И с тех пор эта площадь совсем пустовала и сейчас дает нам возможность полностью восстановить эту усадьбу. Раньше находилась там ступа, хурул небольшой, дворец и прочие-прочие заведения, куда со всех сторон приезжали буддисты калмыки в летние праздничные дни. То есть у нас у калмыков урсар считается самым священным. У этот урсар они собирались там, отмечали большой праздник. В данный момент начинаем мы восстанавливать усадьбу. Уже построили, открыли. Сейчас мы готовимся к восстановлению хурула. Проект уже готов. Замечательным проектором Юрием Харитоновым из города Волгограда. Приготовили пакет документов, чтобы начать строительство. И дальше постепенно будем полностью восстанавливать парк. Это будет как восстановление памятника великих наших предков, когда-то проживавшие 400 лет тому назад, прыгавшие в Россию. И с верой правдой служили, и с великой любовью жили на Волге. Грядущее поколение, чтобы знало правильную историю своих предков. Они заслуживают, чтобы раскрыть их преданность и великую любовь к России. Моя мама всегда говорила так. Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. В моем понятии, если я восстанавливаю эту историю, будет очень интересно, очень привлекательно. И какой-то настрой патриотический для грязущего поколения. И они с гордостью будут изучать, как бы продолжать эти добрые дела для своего народа. Мы живем в таком прекрасном мире, и мы должны жить в полной гармонии со своими историями, со своими наследиями наших предков. И для народа очень необходимо знать наследие своего народа, их культуру, их веру. Опять же, я вернусь. Мои близки все были для советской власти негодны, но плохими людьми. Все были судимы, расстреляны. Отец мой в тюрьме, я тоже смерть причину Пелагра нашла справку в 89-м году. Станция Сухобедоводная, Нижняя Новгород. Дедушка Куак народа. Родной дядя, контр-радиционер. И там также многие-многие родственники, их можно перечислять. Моя мама всегда как-то это все так, как живое, живую картину она мне рассказывала, всегда с такой радостью, с любовью, что они были замечательные люди, очень красивые. Ихни дела были очень интересные, очень красивые. Просто она говорила, жизнь моих предков была сказкой. Меня эта сказка удивляла, почему такие люди, которые так сказочно жили, в мое время были все враги, какие-то му-нир-таулс, как она по-калмыцки говорила. Му-нир-таулс. И все время говорил, надо меньше как-то так, чтобы об этом говорили и так далее. Это она могла только наедине дома рассказывать и радоваться вечерами, как скатку. И эта любовь к этой вот, к ее прошлой жизни, к ее предкам, меня просто удивляла. И вот я в 60 лет решила, когда пришла возможность узнать, почему они такие. Мне пришлось обратиться в ФСБ или КГБ, я уже забыла, как назвать. Ага. И оттуда я очень много узнала. И в прокуратуре в последнее время, в 90-х годах, кажется, документы уже свободно, можно было знакомиться. Я вот с документом отца Уланова Санжелия Гдоровича увидела, что вот он действительно белым царям подставлял лучших пород лошадей, ну прочее, прочее там написано. Белым царям, вот так было написано. Тогда же не было, вот этот Ксерикс, можно было тогда снять, а сейчас не знаю, где эти документы. Так же нам Тайчирова, так же дедушка Довкина Чира. Все это мы увидели своими глазами. Действительно, оставалось только идти вперед, вперед идти и очистить, как от этой скверны. Эти были замечательные, божественные люди. Точно так же и князья Тундутова. Собственно, наш род из-за князей Тундутова пострадали. Об этом историю многие знают. Но, тем не менее, сколько бы они видели трудностей, они никогда не передавали. Как относились к любовью к своим князьям, так и оставались до самой смерти. И вот эта их непреданность меня всегда беспокоила. И всегда я высоко несла память о них, как действительно они были очень хорошими, замечательными людьми. И сделавшие для своего народа хорошие, только хорошие. Князья Тундутовы, они столько школ построили с ее червеном. А я там в Дербетах, в Чаламуре. И так же помогали бедным, но создавшим семьям. Это моя мама так рассказывала. Я же не жила в то время, я же в 31-го года в феврале родилась. И я думаю, нам Точирю тоже увековечил. И он что, он все свои юные годы сделал столько. Все вот, кто знал его, все восхищались. Это тоже меня очень радовало и обнадеживало. Вот именно идти вот этим путем. Сейчас я убеждаюсь, да, действительно можно добиться настоящей правды и восстановить чистые их и добрые имена для грядущего поколения. Пусть знают, что где-то по каких-то политическим ошибкам люди были отстранены от всего. А теперь, чтобы таких ошибок больше не повторялось, каждый должен жить по достоинству, что он сделал. Каждый должен жить и радоваться этому миру, и смело смотреть в глаза друг к другу. Я считаю, я восстановила всех своих предков. Многих-многих я восстановила. И оно само по себе, истории восстанавливается с именами этих замечательных людей. И как-то мне это нетрудно. И я горжусь. В 2014 году я, например, провела, как по-русски, холмыцкий буин, по-русски панихиды. Так кажется, да? Память о последнем князе, расстрелянном в Москве, на площади Явовской больницы, в Подвавах. Там было более тысячи человек расстреляно из окружения царских властей. И среди них наш князь молодой, Данзан Тундуту. А в Данзан Тундуту правой рукой, то и помощником был мой отец. Это говорит о том, что у нас находятся навершия князей Тундуту. Она в исторической книге про зритие написана. Это навершие. Принадлежала Тайше Тундуту, командиру 1-го полка, который в 1812 году первый вошел в Россию во Францию. Об этой навершии я читала в книге про зрителя. И потом я приглашала ученого, чтобы описать эту навершию. Он тоже сказал, да, сходятся все размеры, которые написаны у пола зрителя. В 1912 году он издал эту книгу, «Сторетий день победы над французами». И вот первый командир, чем по Тундуту, защищая Россию, вошли во Францию первым. Их было три полка. И в Калмыкии песню сочинили, протяжную. И в этой песне есть такое, такое, вот я не очень люблю. Они так воспевали. Это, ну, как бы по-русски перевести, не ради того рубиться. Я так скажу, содержание, хорошо? Не ради того, чтобы рубиться, а ради жизни и ради России своей. И вот поэтому эта навершия мне так дорога, и находится она у меня. Почему? Потому что мой отец, Сан-Дюрик Дар-Дюйзи, был правой рукой Данзан Тундуту. Когда за границу уезжали, он оставил дедушке Мюнкен-Мандю, и он сохранил его в заваленках, в окопах. И в 1943 году, когда шла под Волгоградом, последние сильные бои, вот там дедушка сидел в окопах, таким навершием. Я всегда говорю, она всегда защищала, может быть, действительно так, Россия. Да, конечно, интересно, что такой серьезной программы, такой серьезный исторический памятник, почему-то вот именно через фонд, нам так получилось, видимо, так угодно свыше. Я в этом уверена, что для общественности это будет очень интересно. И я думаю, многие задумаются о своих предсках, о своих грядущих поколениях. Поэтому я верю и надеюсь, что будут все принимать участие, все будут сердцем воспринимать и придут на помощь для восстановления этого объекта. А этот объект очень древний, очень интересная история. Я всегда чувствую помощь народа, помощь замечательных ученых, помощь замечательных мудрецов, потому что как-то вот общаясь с учеными, с мудрецами, чувствуешь опору, чувствуешь, что впереди действительно очень, очень такой верный, правильный, правильный такое начинание. Это очень благородное дело, это очень интересное, для всех это новое, что-то незнакомое, но, тем не менее, это наше, наше, наследие наших великих аэратов. Я уверена в этом. История будет изучаться очень с большим интересом. Недавно мы встретились с великой княгиней Марьей Владимировной подарили мы фотографии Донзана Тундутова времен 14-х годов Первой мировой войны. И она получила фотографию, сказала, я глубоко тронута, увидев вот эту фотографию, и подарила нам свою фотографию, сказала, я вам дарю фотографию на память. Я тоже думаю, это не случайно, все идет на круги своя, все возвращается к тем временам, которые люди жили в добре, в мире, в добре и в взаимопониманиях. Я хочу, чтобы Россия процветала так же, как и жили наши предки. Я хочу Россию, мир и покоя. И чтобы таких грубых ошибок больше не было. Ведь такая великая, такая чудесная страна. Я даже, отец, наш отец небесный, я принимаю веру твою, она есть мой путь. Я принимаю каноны твои вечные, с любовью к тебе, делам твоим. Господи, прошу дать мне надежду на спасение души моей и даровать мне мудрость твою для жизни моей. Здесь, на планете, святая Русь и вечности. Аминь.